добрый день дорогие друзья с вами компания про тюнинг и меня зовут игорь я думаю все уже видели наш ролик про бмв x6 в обвесе ларта наш очень большой проект который мы выполнили полностью в ценах нашей компании получился действительно классный автомобиль и мы вдохновляем людей потому что наш клиент который приехал к нам на бмв x6 абсолютно такой же машине сказал что я увидел ваш ролик я хочу также в общем мы не стали ему отказывать и сделаем практически такой же автомобиль еще раз поэтому давайте посмотрим что у нас будет происходить потому что получится действительно классный при этом такой же при этом индивидуальный проект поехали а и Субтитры сделал DimaTorzok А тем временем приехал комплект веса LARTA Из чего он у нас состоит? Это задний диффузор, вставка в задний бампер, передний сплиттер, спойлер, решетка радиатора, пороги боковые, накладка на передние крылья И задняя накладка между фонарями Что хочется сказать по поводу этого всего веса Во-первых, это все сделано из 100% настоящего карбона Поэтому все детали у нас ультралегкие Даже большой сплиттер массивный Я могу поднять одной рукой Если бы не был он такой большой Можно было бы удержать его совсем спокойно И плюс это все невероятно крепкие детали Потому что карбон такой материал, который изначально разрабатывался у нас для автоспорта С целью снижения веса автомобиля И сохранение прочности И просто посмотрите на качество исполнения всех этих элементов Насколько сложно у нас задний диффузор У нас все идеально везде проложено Абсолютно четкие, ровные грани Сделано все на самом деле на высшем уровне И самое главное, что комплект веса LARTA производится у нас в России И в нынешних условиях не будет абсолютно никаких проблем с доставкой их в любую точку нашей страны Как это бывает в наше время с доставкой, допустим, обвесов в менсере и так далее В общем, других брендов зарубежных Это выполнимо, да Но опять же у нас увеличиваются сроки Потому что нужно все вести через третья сторона Тут же все производится в России Довозится до наших тюнинг-центров в самые минимальные сроки Далее, как я и говорил, у нас идет передний сплиттер Он у нас состоит из трех частей Как можете видеть, центральная часть у нас идет отдельная И боковые как раз таки элероны того самого сплиттера Аккуратный маленький спойлер на крышку багажника Тоже полностью из карбона Карбоновая решетка радиатора В ней же у нас уже есть отверстие под камеру Тоже она на самом деле безумно легкая Одним пальцем я ее держу То есть абсолютно никаких проблем у нас не возникает Измененные накладки на крылья Вот такого вот формата То есть если у нас все элементы практически повторяют форму заводских деталей автомобиля Заключение, наверное, заднего диффузора Тут же у нас абсолютно другая форма уже идет Такая более ярко выраженная Подчеркивает агрессию автомобиля BMW И тут же у нас идет щит эмблема Larte Как и на накладке на задние фонари на стоп-сигнале Также у нас она ставится Дополнительный элемент появляется на машине И у нас сзади будет получается диффузор карбоновый Вот такая вот вставка между фонарями В общем выглядит все безумно классно Сделано все на высшем уровне Сейчас будем устанавливать это на машину И кстати еще одна немаловажная деталь То что мы полностью все элементы обвеса заклеили в полиуретановую пленку Потому что это у нас очень дорогостоящий и эксклюзивный обвес Это кстати 92 комплект вообще Который в мире существует То есть таких машин на самом деле не так уж и много И очень важно сохранить все эти детали В первозданном виде с чем мы успешно справились Можете обратить внимание То что у нас нету, не видно ни одного стыка Все аккуратно проклеено Все уложено И детали будут точно теперь защищены на долгое время Субтитры сделал DimaTorzok 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 И еще полиуретан Субтитры сделал DimaTorzok 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 Как это все сделано Насколько качественно В общем, я вам недавно буквально рассказывал про это все Можете еще раз насладиться тем, как это выглядит на автомобиле И одной важной деталью является то, что В диффузоре у нас, естественно, стоят насадки выхлопа Тоже это у нас ларты своей формы, очень интересные И с завода в X6 у нас стоит выхлоп с двух сторон горизонтально Здесь, как видите, у нас выхлоп стоит вертикально Сделали все, так сказать, по уму, по правильному, как это и должно быть развели трубы выхлопные так чтобы они у нас стали чуть выше и у нас дым пар шел из как раз таки этих вот отверстий выходных труб ну в общем просто зимой сейчас как раз таки у нас на носу уже зима это будет очень сильно видно мне некрасиво когда у нас есть такие классные большие насадки дым будет идти где-нибудь там снизу непонятно откуда в общем сделано все так как она она и должно быть в салоне тоже произошли изменения очень большие мы сделали перешив в контрастную кожу можете краски обратить внимание на дверях у нас центральная часть выполнена из гладкой кожи на по здесь же мы сделали перфорацию и прошивку этой кожи в стиле бмв чтобы это выглядело все как по штату но при этом привлекало очень внимание и сиденье у нас здесь идет как раз таки такая же перфорация как и на дверных картах с такой же прошивкой и вот такой вот снизу полоса уходит этого яркого контрастного цвета в общем автомобиль преобразился не только снаружи но и внутренне как по мне вот это решение это очень классно это вызывает эмоции я думаю владелец точно обрадуется тому как получилась эта машина диски мы здесь тоже заменили со штатных колес перешли на кованые колеса 22 размера посмотрите в каком классном и на дизайне исполнены очень сложная форма на самом деле плюс у нас здесь присутствует элемент парящей спицы но в общем эффектно выглядит по всем канонам современной моды в автомобиле как это должно быть и покрашены они это у нас браш технология то есть это как шлифованный алюминий который идет под тонирующим лаком смотрится очень классно потому что в некоторых местах у нас диск идет такой очень светлый цвет и вот там вот внутри в полостях идет прям практически черный в общем хороший контраст получается вкупе с такой сложной формой диск выглядит максимально объемно и посередине до установили колпачок центральной ступицы с логотипом ларда по шинам здесь у нас спереди 275 35 23 колеса так как у машины колеса разноширокие сзади естественно стоят 315 30 я думаю вы заметили что автомобиль стал очень строгим серые тона вот такой вот карбон у нас и это все нужно дополнить антихромом мы сделали покраску порошковый рейлингов сверху на крыше почему порошковая потому что это идеальный вариант для того чтобы использовать его на этом элементе потому что порошковую краску у нас красится диски и суппорта она лучше выдерживает повреждения которые могут встречаться по используем автомобиля естественно если сюда вешать багажную систему устанавливает то она обычную краску может очень сильно поцарапать а на черном глянце это просто сразу же видно поэтому порошковая краска то что нужно и еще один элемент на котором мы сделали антихром это решетка радиатора как помните окантовка у нас идет карбоновая это из комплекта обвеса ларты а центральные части завода были такими серебристыми матовыми мы их перекрасили тоже сделали черный глянец ну и в общем я думаю вы оцените как смотрится эта машина очень классно и точно будет привлекать внимание на дороге ну и последняя но не самая маловажная доработка это оклейка лобового стекла не тонировка это у нас бронь сверху наклеена специальная пленка которая будет защищать его как и кузов автомобиля о том о чем я говорил как вот полиуретан на кузове у нас идет также и защита на лобовом стекле потому что в нынешних реалиях слишком дорого на самом деле заказывать запчасти из-за границы это все-таки бмв немецкий автомобиль премиальный и лобовое стекло здесь будет прям далеко не самое дешевое поэтому лучше его защитить и вы на 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 будущее сэкономите на его замене с помощью этой доработки очень интересно узнать ваше мнение как вам этот проект потому что лично мне и многим в нашей компании он на самом деле очень понравился выглядит брутально и классно по ценам весь этот проект с карбоновым обвесом ларты с оклейкой с защитой автомобиля индивидуальными колесными дисками перешивом салона и все остальное мелочью обошелся клиенту почти в 3 миллиона это 2 миллиона 850 тысяч в общем цена да не совсем маленькая но и работа у нас на самом деле выполнялись и столько премиальных материалов исключительно это немецкая пленка винил французская пленка полиуретан обвес карбоновые ларты натуральная кожа в салоне но в общем это на самом деле того стоит напишите обязательно в комментариях что вы думаете по этому поводу и не забывайте подписываться на канал писать комментарии ставить лайк